Во Владивостоке за последний год появилось особо яркое ощущение предстоящего чемпионата мира по футболу. Выражается оно в целой массе самых различных соревнований, где главными героями становятся подрастающие футболисты. Одним из таких турниров стал юниорский кубок Академии МЧС, который стартовал непосредственно в спортзале организации. Приехало очень много команд с разных городов, таких как Уссурийск, Черниговка, Большой Камень, ну и основная масса команд, конечно, из Владивостока. Я думаю, что ребят здесь около ста человек. Турнир очень насыщенный футболистами нашими юными, которые впоследствии, я думаю, станут профессиональными футболистами. В числе участников турнира и юные игроки «Луч энергии», и местная команда «Истон Сити», и футболисты знаменитых уссурийских клубов «Локомотив» и «Лидер». К слову, для приезжих подобные соревнования играют большую роль. Это как-никак уникальная возможность посмотреть, насколько твой уровень совпадает с другими городами. Уже на протяжении четырех лет они занимаются у меня, и готовимся мы к каждому турниру одинаково, с одними моментами, чтобы дети выходили, доказывали, что они сильнейшие, и показывали, что в нашем Приморском крае присутствует футбол. Как отмечают организаторы, популярность футбола у молодежи сейчас на своем пике. Родители стали куда активнее забирать своих чат со двора и отправлять их в профессиональные секции. Здесь, как показывает опыт, куда больше шанс вырастить знаменитого бомбардира, вратаря или даже тренера. Сегодня без передовых знаний, мировых технологий воспитания футболистов невозможно воспитать нормального футболиста, достойного выступления за сборную города, за сборную области, края. Все те, кто работают в футболе, в общем-то мечтают о том, чтобы их воспитанники попадали в национальные сборные различных возрастов. По итогам трехдневных соревнований игроков ждет масса наград. Помимо кубков, спортсмену удостоятся и специальных званий, вроде лучший голкипер или лучший бомбардир. Поэтому покинуть турнир без призов, скорее всего, не получится никому. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.